Всем привет! Многие просят показать где мы кушаем, где у нас хранятся продукты. Решил немного отлезть от механической части и сегодня покажу как у нас все это выглядит. TCR и камбуз у нас находятся на главной палубе. Первый раз такое встречаю. Обычно палубой выше. Погода сегодня у нас не очень сильный ветер. Я думаю вы все увидели и он все усиливается. Лишь бы нам ночью не пришлось с якоря сниматься. Это у нас офицерская столовая. У нас здесь всегда горячий кофе, тостер есть, чайник есть, микроволновка. Ну и повар каждый день он что-то выпекает. За этими столами мы естественно употребляем пищу. У каждого свое место. Прием пищи у нас три раза в день и плюс два кофе тайма в течение дня. Здесь у нас холодильник. В нем всегда находятся соки, молоко, софт-дринки, немного фруктов. Кстати, фрукты также подаются на десерт каждому приему пищи. Халва, масло, майонез, сыр, колбаса. Это если проголодались, то всегда можно прийти и сделать тот же бутерброд. В морозильной камере всегда есть мороженое. Сейчас только шоколадное. А так обычно еще в ванильной и клубничной есть. Здесь Мэтсман моет посуду. Также здесь у нас находится чай, кофе, какао, мюсли различные. В общем, проголодались, пришли, перекусили. Любое абсолютно время. Это у нас камбуз. Здесь повар уже готовит всю еду. В общем, выполняет свои обязанности. Камбуз, наверное, самый маленький, который я встречал. Ну, какой есть. Раковины, разделочный стол. Это электроплиты, на которых повар кашеварит. Это духовые шкафы, где повар запекает. Кстати, повар у нас вообще красавчик. Здесь Мэтсман моет посуду рядового состава. А это сама столовая рядового состава. Это у нас рисоварка. Так как рядовой состав у нас азиаты, они едят рис постоянно. Завтрак, обед и ужин. Ну, в общем, они его употребляют, так как мы хлеб едим. Ну, и также два стола и у каждого свое место. Сейчас спустимся в провизионные камеры, посмотрим, что там. Мне самому интересно. На этом пароходе еще там ни разу не было. Думаю, слышите, чем ближе к машинному отделению, чем больше шума. У меня, кстати, видео на канале было про уровень шума в машине, но оно куда-то исчезло. Потом как-нибудь сделаем еще раз. Это провизионная комната. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Это у нас панель управления, индикация по рефкамерам. В рыбной камере у нас минус 14,5 градусов. В мясной минус 19 и в овощной 7 градусов. В данной комнате находятся в основном консервы, вода. В общем, продукты, которые не нуждаются в охлаждении. Кетчупы, джемы, соусы, ореховые пасты, нутеллы. Ну, смысла все перечислять нет. Все, думаю, сами видите и понимаете, что хранится в этой комнате. Кстати, все продукты, которые закупаем, скажу так, они не самого лучшего качества. Даже, скажу так, в общем, говном эти продукты. Кто работает на флоте, думаю, понимает меня, о чем я говорю. После контракта, когда приезжаешь домой, берешь, к примеру, самый обычный огурец или помидор из магнита, то вкус у него просто нереальный. Ел и ел. А здесь так, можно сказать, выглядит все хорошо, а вкус, конечно, никакой вкус. Теперь идем к камере. Перед камерами всегда есть такой небольшой тамбур и уже вход непосредственно в сами камеры. Это фишрум, то есть рыбная камера. На данный момент, как вы смотрели ранее, в ней 14,5 градусов. Коробки открывать не буду, но скажу так, в данной камере большая часть это морепродукты. В данной камере температура поддерживается 17-19 градусов. 14 сейчас это, скорее всего, была разморозка или повар брал какие-то продукты. Вот, например, видим коробок с креветками. Коробок выглядит красиво, но на самом деле креветки там будут замороженные и размороженные по 15-20 раз. Ну, вы сами понимаете, какого у них куза будет. Бананы, видимо, ждут, когда почернеют, потом давать будут. Это у нас метрум, то есть мясная комната. Здесь в коробках уже находится мясо, такое как курица, свинина, говядина, баранина, антилопы, буйволы и всякое мясо, к которому тысячу лет. А, кстати, это испаритель. Он есть в каждой комнате. Со временем дойдем до ревсистем, потом я вам расскажу, как это все работает более подробно. В мясной, думаю, все увидели. Идем дальше. Это vegetable room, то есть овощная. Здесь у нас хранятся продукты, которые не требуют заморозки и также овощи и фрукты. Что здесь у нас? Сыр, молоко, масло. Так, сейчас, секунду, открою, посмотрим поближе. Самому интересно. Йогурты, сыры различные, масло сливочное. Ну, в общем, здесь находится молочка. В срок годности, кстати, в этой молочке, правда, это минимум год, а то и два. Ну, что есть, то есть. Ну, а здесь пошли полки с овощами и фруктом. Комментировать смысла нет, сами все видите. Также есть испаритель. Температура здесь поддерживается от 4 до 8 градусов. Здесь яйца два коробка. На завтрак они всегда, кстати. Повар каждый день готовит по-разному. Бывает просто яичница, бывает омлет, бывает просто отварит яйца. Ну, также к яичнице готовит либо сосиски или бекон. А, забыл показать и сказать, в каждой камере есть кнопка сигнализации. Если вы закрыли дверь и не можете открыть, к примеру, ручка сломалась, то активируете эту кнопку, выходит сигнализация на камбуз и на мостик. И тогда вас спасают, чтобы вы тут всю еду не съели. Ну, это так, шучу. Спасают, естественно, чтобы не замерзли и не погибли. Но обязательно, когда вы ходите, нужно проверить, чтобы все камеры были закрыты. На этом, пожалуй, все. А, это судовая прачечная. Сразу покажу. Тут, помню, писали в комментариях, просили, чтобы показать. Сейчас открою. На всех судах есть прачечные. Отдельно для рядового состава. Отдельно для комсостава. Это прачечная рядового состава. Это сразу же видно по выломанным кнопкам на машинке. То, что висит ошибка. У рядового состава это всегда. Не знаю, как вот можно кнопки выломать. Я просто не представляю. Есть стиральная машина для чистой одежды. И также сушилка. И сушилка для грязной одежды. Необходимо почистить фильтр перед использованием. Сейчас покажу прачечный комсостав. Это для стирки рабочей одежды. Это для сушки рабочей одежды. А это, соответственно, для чистой повседневной одежды. И драйвер также для нее. У капитана из Тормеха свои стиральные машины в каюте. Кстати, многие просят сделать сравнение разных кают. Немного позже сделаю. Здесь, кстати, есть интересные каюты. Первый раз такие встречаю. И думаю, большинство моряков, отработавших всю жизнь на море, таких кают не встречали. Так что подписывайтесь. Немного позже сделаю видео и обязательно загружу. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.